Спустя несколько лет отсутствия приехал в латвийский город Балви. Это центр одноименного края, ну, новац. Веточками ели написанное название города. Здесь местами совсем как в Россиюшке. Вот церковь деревянная, православная. Вообще, насколько я понимаю, город был довольно сильно побит войной. Здесь много зданий было утрачено. Но в центре есть довольно крутой парк. С усадьбой оставшейся. Вот сейчас пойдем его посмотрим. Вот, например, этот памятник был воссоздан в 90-е годы, насколько я понимаю. Латгальским партизанам посвящен. Глубина снежного покрова тут в районе 14-16 миллиметров. Навалило бутенате. Прям зима-зима. Кошмар. Прям даже не очень понятно, где тут ходить. По-моему, главный такой вот объект, который играет центральную роль, городообразующую, даже сказал, в латвийских городах, это певчие поля. То есть в каждом городе, в каждом небольшом местечке есть подобное поле. Очень здорово, что в городе есть озеро с таким большим берегом, которым можно прогуляться. Вот видите, вдоль сосенок, по парку. По сути, чуть ли не 1,5 всего города, это парк. Я не знаю ни одного такого населенного пункта, где было бы озеро или река, и вот выход к этим водоемам не был бы оборудован. Ну, то же самое и в Балве мы видим. Качельки, всякие раздевалки, насыпанные песочком пляж, который сейчас не видно, но который я знаю, что тут есть. И прочие всякие развлечения, приблуды. Еще, насколько я знаю, район Балве, ну, город плюс район, который вокруг него, он один из самых малонаселенных в Латвии. Вот, то есть плотность здесь крайне низкая. К сожалению, у меня тут всего час с копейками, очень мало времени остается на городок. Так что так в спешке показываю просто. Потом поедем в Вилеку. Небольшой городок, всего в 8 километрах от России. Вот это вот здание мызы, сделанное в духе неоклассицизма, построено было в конце 19 века. Вот это вот заброшенное здание, по всей видимости, часть усадебных построек. Конечно же, есть музей, посвященный истории региона, но сегодня он закрыт, потому что понедельник. Ребят, нашел идеальный город для себя. В Балве одной из самых главных примечательностей является вот это нагромождение камней. Вот, смотрите, сколько тут камней навалено. Их специальным образом вот так расставили для красоты. Означает ли что-то все, это я не знаю. Какие-то приблуды есть. У нас совершенно непонятно, зачем они сделаны. Вот тут протоптан немножко, но видно, что туда прошли просто пописать. Вон здесь медведь еще такой, сделанный из металла. Ну, знаете, то, что я люблю, просто камни, и ради них надо ехать сюда. В центре парка есть остров, на котором тоже стоит камень. К нему довольно сложно сейчас пробираться по сугробам. Камень этот напоминает кресло. Из камней же, но только чуть меньшего размера, здесь сделана ветеранская базница. Чтобы до нее дойти, приходится тут по сугробу вытаптывать дорожку. Но хочется все-таки поближе полюбоваться. Вот можно помолиться за Украину здесь. А вообще, так вот между нами говоря, довольно сложно мне представить краевой центр, но более-менее крупный город в Латвии более скучный, чем в Балве. Вы должны понимать, что это вот как бы центральная улица. Ну, может быть, только Гулбана скучнее. Хотя не уверен. Одно из центральных зданий, уж не знаю, что это, дом культуры или баня, просто взяли и скопрометировали. Ход в местный культурный центр украсили такими колоннами в духе дорического ордера, что ли. Какая-то водица, помимо православных и лютеранских церквей, в любом латвийском городе будет и католическая. Пишут, что это постройка 19 века, второй половины 19 века. Ну, что-то как-то я не уверен. Может, просто так сильно отреконструировали ее. Вот видите, основной зал такого шатрового типа. Явление белорусского забора Саши Семенову. Приехал в небольшой городок Виляка. Буквально он находится в 8 километрах от границы с Россией. И знаете, даже вот на первый взгляд, мне тут уже больше нравится почему-то, чем в Балве. Видимо, потому что он более уютный, компактный. Знаете, близость России тут чувствуется. Не знаю, по каким критериям, но это мне все напоминает какие-нибудь деревни под Петербургом. Судя по снежным завалам, изъявил желание пройти к замковому острову сегодня только я. Одиноко стоящий туалет в сугробе поражает мое воображение. Ну, вы смотрите, какой кошмар. И это все завалило буквально за два дня. Чувствую себя немного первопроходцем. Еще никто за сегодняшний день не удосужился сюда сходить. Так, ну я уже иду по деревянной тропинке. Скоро выйду на мост посреди озера. Думаю, будет красиво. Она под какими-то такими резкими углами загибается. О, красота. Зона для бёртвотчинка. Сейчас подойду туда. О, такая вот тема. Можно подняться и побёртвотчить. Ну или еще каких животных повыглядывать. Тут подозреваю, чего только. И волков, и медведей. Всякого разного много. Вот такая красота. Да, видите, все это добротное благоустройство сделали только в 2020 году. Очень длинный мост, ведущий к острову, где ранее находился замок. Ну все, я пришел на замковый остров. Почему я говорю, что замок тут был, а не есть? Вот его макетик. Ну просто потому, что, как и в большинстве случаев, его уничтожили во времена Северной войны в начале 1700-х годов. А построен он был в 1500-е. Ну вернее, восстановлен и расширен. Так-то его начало идет с 1200-х. Ой, ну вот, собственно, все, что от него осталось. Немножко руин под снегом. Наверное, когда замок был целый, это было прям очень красиво. Здесь такие длинные правила пользования. И запрещено многое. Но вот алкоголь пить, по-моему, тут не запрещали. Тут, конечно, местами вообще полный Сайлент-Хилл. Никого нет. Ой. Ну, по населению еще в нулевые, может, в конце 90-х, там, в начале нулевых, тут было около 50% русскоязычного населения. Сейчас уже поменьше, в районе, по-моему, 26-ти, что-то такое тоже много. Так же, как и в Балве, тут довольно много зданий, построенных, ну, вот, конец 40-х, там, 50-е годы. Да, забыл рассказать, что на гербе Виляки изображен ежик. Почему так, не знаю, но здесь он виден. Одна из самых выразительных вещей, которые есть в городе, это, конечно, вот эта неоготическая церковь конца 19-го века. Просто потрясно, особенно в этом ландшафте с соснами вокруг. Причем тут как-то две церкви разом друг напротив друга. Смотрите, вот здесь стоит одна и там. Уже начинает довольно быстро темнеть, практически ничего не видно, но вот можно заметить, что здесь есть валунные элементы, как и во многих церквях этого района. Расчистил толщенный слой снега. Тут есть информация про церковь. Написано, что ее начали строить в 1926 году, но завершили в 1928 году. По-моему, очень красиво. Так еще на холме. Хожу исключительно по сугробам. Здесь уже указатели на Пыталово. Это уже на территории России. Эта церковь чуть ли не первая, что встречает приезжающих из России сюда гостей. Но этот, пожалуйста, тоже читай, не хочу. Можно войти на территорию, но сама церковь, я подозреваю, уже закрыта. И еще великий есть такой вот фонтан, про который написано, что местные жители его любят. Его зачем-то в парничок такой поместили. На зиму, видимо. Что-либо разглядеть за этим парничком крайне и крайне трудно. Редактор субтитров А.Семкин